Всем привет! В этом выпуске мы разбираем ваши переписки, которые вы присылали для того, чтобы я подробно разобрал. И на этих примерах я хочу вам еще больше объяснять психологию отношений и то, как размышляют мужчины, и как с ними грамотно взаимодействовать, чтобы вы извлекали выгоды из общения, и при этом, чтобы все выигрывали, чтобы была позиция win-win. При этом, если вы хотите, чтобы я разобрал вашу переписку, конечно же, анонимно, без указаний фамилии и имен, тогда присылайте скрины переписок в мой телеграм-канал, и в будущих выпусках я обязательно буду разбирать. Тема переписки, наша любимая. Очень интересная переписка, очень интересная переписка для разбора. Вот давайте про мужчину. Вот мужчина там переписывается, 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 спорит, доказывает. Ради чего? Чтобы сэкономить 2 копейки на такси? Вдумайтесь, да? То есть он столько потратил своего времени, вроде бы как с интересной ему девушкой, доказывая свою правоту, споря ради чего? Ради каких-то копеек. Ну тебе интересно, девушка, тебе что? Она же не просит айфон, она же не говорит, купи мне цветы. Такси. Это незначительная сумма денег, это копейки. При этом все, можно этому мужчине сделать и комплимент, что он ее ни разу не оскорбил. Потому что многие мужчины в этих случаях начинают писать гадости. Ты тарелочница, ты содержанка, ты какая-то дура, ты немощная. Этого здесь нет. И очень прикольно то, что очень вежливая и корректная переписка с обеих сторон, несмотря на то, что взгляды разные. И это очень круто. И мужчина здесь тоже, ну, вел себя достаточно вежливо и даже говорил, если я не прав, поправь. А как твое мнение? То есть он как будто бы не только категорично писал, но интересовался взглядом девушки на этот вопрос. Дальше. То, как этот товарищ мысли, так учат в некоторых пикаперских школах. То есть я не вкладываю с девушку, если пока что у нас нет отношений. Я вкладываю с девушку только когда у нас отношения. При этом хотелось бы у него узнать, а интимным горизонтальным танцем ты с какими девушками занимаешься или не занимаешься? Правда, что ты занимаешься горизонтальным танцем только с девушкой, с которой ты в отношениях? Конечно же нет. То есть очень удобная позиция, что я плачу только за девушку, с которой у меня отношения, а горизонтальным танцем я занимаюсь раньше. очень хитрая манипуляция в чем штука что но не бывает такого что сейчас я вот такой а потом я другой а вот это тут я делаю вот тут я не делаю это же не значит что ты встречаешься с каждой второй девушкой то есть не так много девушек которые тебе интересны если тебе есть интересная девушка но что сложного там вызвать ей такси и оплатить счет а есть мужчина торгует я плачу только за свою девушку а сейчас 50 и незрелые женщины на это ведутся да они говорят ну да логично причем тут папа-дочь причем тут папа-дочь забота мужчины это никогда женщина этого не может то есть когда мужчина снимает пальто давайте тоже скажем этот папа-дочь да ты что сама себе не можешь снять пальто серьезно папа-дочь если ты провожаешь девушку в темном переулке и ты такой говоришь не сама иди потому что мы же не папа-дочь серьезно очень удобная отмазка но на самом деле мужская забота или женственность это никогда женщина чего-то не может женщиной сама может дойти в темном переулке женщиной сама может снять пальто женщиной сама себе может оплатить такси в том и дело что приятно когда мужчина делает мелочи и еще раз повторю что такси это не что-то значительное это не что-то затратное это вполне доступная но понятно что если у тебя 100 свиданий в месяц то конечно для тебя затратно платить за каждую непонятную девушку тебе но не надо встречаться сто раз месяц встречайся реже но с интересными те девушками созвонись пообщайся по видео убедить что на тебя потенциально интересно а если ты не уверен интересно тебе не так сидит дома сиди с мамой сиди с мамой мама пусть тебя готовит борщик и не ходи с девушками если ты готов за две копейки чуть ли не ссориться переписки а есть мужчины которые еще за это оскорбляют ужас а это какие отношения когда мужчина спорить женщины за две копейки это кто сын и мама или кто или это мужчина и женщина поэтому пожалуйста не нужно манипулировать терминами которые мужчины всякие парни насмотрелись в интернете папа-дочь детско-родительские отношения это не на равных не нужно вписывать вы сначала досконально разберитесь что такое отношение папа-дочь поэтому отношения папа-дочь это больше в первую очередь про эмоциональную составляющую психо эмоциональную составляющую и на есть папа которые вообще не обеспечивают семьи физически папа который не обеспечивают семью который вообще отсутствовал в жизни девушки так это тоже папа-дочь андрей 52 место вопрос а на хрена зачем обсуждать проблемы моя distortion твоя правда и почему проблема почему это проблема что ты не хочешь сидеть на сайте знакомствами проблема это просто нюанс это просто твое пожелание ну хорошо его он не хочет жениться а мне интересует только отношение интересно как это он пишет нет просто я говорю всем сразу правду похвально то что ты говоришь правду это похвально вообще-то если честно я еще женат, но вообще-то, если честно, я еще женат, но ищу новую подругу жизни. Буду рад, если ты ко мне зайдешь. Я к женатым мужчинам не захожу. Я вообще-то не женат. Это было просто что-то там шутка. Ну, все понятно, да, таких, все, он собственно сам за себя все сказал. Для меня удивительно, вот девушка говорит, я к женатым гостям не хожу. А зачем вы ему отвечаете? Зачем вы с такими, вот он говорит, да, что-то говорит, вам уже это не подходит. Зачем вы продолжаете с такими переписываться? Просто в блоке «до свидания». Мужчина, который говорит, что я не хочу жениться, даже когда у него это не спрашивают, это уже плохой знак. Да, то есть, либо он женат, либо он уже в отношениях, либо он очень негативно на это смотрит, и эти обиды и злость он не проработал. Значит, есть женщина, на которую он обижен, с которой он еще не сепарировался, и через эту женщину, сквозь призму опыта с этой женщиной, он смотрит на всех женщин. То есть, это незрелый человек, и, конечно же, если вы хотите быть спасательницей для такого мужчины, что «я тебе докажу, что я не такая плохая, как другие, я тебе докажу, что ты меня захочешь брать замуж», но если вам нравится игрища такие, если вам скучно жить, то, конечно же, можете тогда общаться с такими людьми. Но по этому персонажу все понятно. Дальше. Очень интересная переписка для разбора. Смотрите, что я вижу здесь, что мужчина не оскорбляет, мужчина не пишет гадости и не ставит диагнозы, а девушка начинает включать коуча, психолога и ставить диагноз. «Твой нарциссик». Он говорит, «Эй, ты что мне терапевтируешь? Ты обесцениваешь, да?» А она говорит, «Нет, это ты меня обесцениваешь». То есть, явно девушка нахваталась шаблонов из интернета и начинает ставить диагнозы. Когда вы ставите непрошенные диагнозы, это агрессия. Вы проявляетесь эмоционально агрессивно. И на это мужчины будут либо сливаться, либо эмоционально агрессировать в ответ, споря, например, с вами, доказывая вам что-то, агрессивно, либо когда они пишут гадости. Этот мужчина просто выбрал отойти в сторону. Мужчина, тот, который не хочет обеспечивать женщину, это не плохой мужчина. Плохой мужчина это тот, кто не хочет обеспечивать и оскорбляет ее за твое мировоззрение. Но мужчина говорит, «Слушай, ну я так мыслю, но вот такое мое мировоззрение. Я не против твоего мировоззрения, но у меня вот такое». Я не говорю, что твое мировоззрение плохое, но я не говорю, что мое самое лучшее но я придержусь моего мировоззрения и когда вы начинаете его учить жизни писать ему гадости здесь вы не правы если вы услышали что у мужчины ваши мировоззрения не пересекаются пожалуйста но не продолжайте общение но не нужно кого-то учить дальше поду этого мужчины поводу его мировоззрения вот главная душа человек это конечно же раненый мальчик да потому что это который летает в облаках то есть он не в реальной жизни знаете когда ребенку нужно покупать портфель школу когда ребенка нужно кормить когда нужно ввести более-менее комфортный образ жизни мы же не придем в магазин и не скажем слушайте но я вот такой душевный человек а наполните мне пакет продуктами сушки но я такой душевный человек ну сделайте мне скидку на портфель ребенку 90 процентов или если мы разведемся с мужа жена разводится остается ребенок мама же ты не скажешь слушай но я такая душевная вот мир спасите меня до президент депутаты помогите мне чтоб не комфортно жилось душа важно но когда женщина женщине важны финансы от мужчины это не значит что и не важна душа когда мужчине хочется от женщины интимной близости это же не значит что мужчина не уважает женщину это же не значит что он относится к ней как телу до или как какому-то интимному объекту это за что в том числе есть еще потребность интимного характера точно так же когда женщина ей важны умеет ли мужчина зарабатывать деньги? Умеет ли мужчина обеспечить чувство безопасности? Это не значит, что только это и важно, и ничего другого. И когда мужчина начинает говорить, ну, а как же душа, я больше за человеческие качества, это защитная реакция. Потому что нормальный человек понимает, что, например, в женщине важен ряд факторов. Как она выглядит, как она разговаривает, интимная близость, насколько она заботлива и так далее. То же самое в мужчине. Дальше. Очень интересная переписка, потому что знаете, есть такая здоровая мужественность, а есть грубая мужественность. Я делаю, как я сказал. Ты должна слушаться меня. Я мужчина. Вот это агрессивная, грубая, абьюзивная мужественность. А-ля я мужик, и поэтому ты должна меня слушать беспрекословно. При этом есть здоровая мужественность, что я мужчина, я отвечаю за ряд аспектов в отношениях, я отвечаю за безопасность. Мне важно, что ты ко мне прислушивалась. При этом мы можем вести диалог, конечно же, да, там обсуждать мнение. Но в каких-то вопросах, например, я больше разбираюсь, поэтому в этих вопросах неплохо было бы, если бы мы прислушивались к человеку, который больше разбирается и так далее. То есть есть более здоровая мужественность. Здесь, конечно же, мужественность, она не здоровая. Но на самом деле начиналось все не так. Он просто начал интересоваться. Он просто начал, у тебя там есть какие-то чужие фото мужского пола. И, конечно же, непонятно, что это за отношения между этими людьми. Это что, конфетно-букетный период, либо это муж и жена. Какие фотографии на WhatsApp, я не очень понимаю, на аватарке. Какие-то там в сторисах появляются другие мужчины. Понятно, что если между мужчиной и женщиной отношения есть, никому не понравится, если мелькают фотки с другими, у мужчины с другими женщинами и у женщины с другими мужчинами. Это никому не понравится. Но поначалу он просто интересовался. Поначалу он просто интересовался, на что девушка как бы защищаться, и потом это в обеих сторонах перешло в агрессию. Конечно же, если в целом оценивать, то, конечно, мужчина грубоват. И если женщина не умеет обращаться с мужской агрессией, если она супер пугает мужская агрессия, конечно же, с такими мужчинами лучше не общаться. Ну и я, как психолог, точно могу сказать, что эта девушка в жизни переживала агрессию от близких людей. Она пока что не умеет работать ни со своей агрессией, ни с агрессией других людей. И, кстати, вот на бесплатном курсе «Мужчина. Честная инструкция по применению. Без драмы и манипуляции» на одном из дней я разбираю, прохожу тему агрессии, на примере, как правильно или неправильно взаимодействовать с мужской агрессией. Но правильно меня поймите. Я не призываю к тому, чтобы вы терпели мужскую агрессию, а я призываю к тому, что с ней можно взаимодействовать по-разному и от этого получать разный результат. Но при этом, если вы уверены, вас это бесит, вам не нужно даже мужчина, который по малейшим ситуациям поднимает голос, ну тогда строите отношения с другими действительно.